Екатерина Адарченко, политтехнолог, у нас в эфире. Здравствуйте, Екатерина. Добрый день. Визит еще продолжается. Впереди встреча с президентом Соединенных Штатов тоже важна. Тем не менее, что вы можете сейчас сказать по итогам именно встреч президента Украины в ООН? Насколько они продуктивны, насколько эффективны? Давайте вначале объясним нашей аудитории, что если мы говорим о встречах, это скорее не начало диалога и не начало предложений, а продолжение. Потому что все, что сейчас обсуждается и в рамках концепции формулы мира, которая включает не только остановку военной агрессии России, но и решение других геополитических задач, например, футсейки, то есть безопасности поставки продуктов питания, борьбы с дезинформацией, борьбы с влиянием в целом авторитарных режимов на мировую геополитику и так далее. Поэтому ни в коем случае нельзя понимать, что эти встречи, они вот завтра принесут некий радикально новый результат и завтра принесут решение. Завтра, я имею в виду, фактически завтра, да? То есть эти решения требуют времени. Особенно то, что касается, например, процедуры интеграции Украины в НАТО. Это процедура, да? И в странах в Восточной Европе, где принято принимать решение более быстро и несколько более в ручном режиме, ну, такова, да, как бы данность наших демократий, да, которые развиваются, иногда довольно непонятно, почему Соединенные Штаты или Европейский Союз, или отдельное государство Европейского Союза, как Германия, например, они действуют, ну, достаточно неспешно. И здесь снова же мы возвращаемся к тому, что, к счастью, здесь в Соединенных Штатах решение не принимается одним человеком, да? Вот, и эти процедуры движутся настолько быстро, как они могут двигаться. Но еще раз повторю тот тезис, который я озвучивала не раз в нашем эфире, что я бы была осторожна по поводу ожидания нами решений, например, по использованию оружия большей дальности, да, или, ну, скажем так, заявлению Америки о возможности использования этого оружия даже по военным объектам в Российской Федерации публичное. Снова же я делаю акцент в публичное. Потому что тема очень сенситивная на выборы в Соединенных Штатах. Байден не только сейчас, ну, занимается своей базовой работой как президент и работой по, по сути, формированию своего наследия, да, как Байден, лэгаси, да, но и, безусловно, он является самой важной, одной из самых важных частей компании Хариш и компанией других демократических кандидатов, которые избираются. Ну, тут в Конгресс, в Верхнюю Палату постоянно идут также перевыборы. И поэтому такие заявления, которые могут быть неправильно поняты избирателям или неправильно поданы российской пропагандой, которая постоянно говорит, например, о возможности второй холодной войны, о ядерной угрозе и других крайне сенситивных вопросах для обычного человека-избирателя, я бы вот таких решений не ожидала до выборов, несмотря на все тезисы, которые были озвучены на Генеральной Ассамблее. И в завершение этого короткого анализа скажу, что сейчас наша Марьяна повезет на Трансатлантическом форуме, и мы только что слушали человека, который работает в Department of State, был послом Америки в Китае, и после этого обсуждали непосредственно все инструменты борьбы с авторитарными режимами, в том числе и инструменты санкций, и экономической борьбы. Ряд американских чиновников и бывших чиновников представляли в рамках этого форума буквально в нескольких кварталах от Ген-Ассамблеи, какими именно инструментами будет достигнут результат. Поэтому я думаю, что концепция формулы мира, ее принимают, ее принимают, в принципе, с первого дня военной агрессии России против Украины, весь демократический мир. Но в то же время я сейчас не вижу, что эта концепция перейдет в конкретный план действий, который выведет нас на предметную встречу с Российской Федерацией на возможном будущем саммите мира, и даже те решения, которые будут касаться использования американского оружия или оружия с американскими компонентами, открыто, публично, поддержку Соединенных Штатов от этого вопроса. Это мои мысли в итоге от того, что я здесь наблюдаю в Нью-Йорке. Сосредоточимся на речи президента на трибуне Ген-Ассамблеи. Россия не смогла победить Украину на поле боя, поэтому Путин ищет другие способы сломить дух украинцев. И один из методов – атака на энергетическую инфраструктуру. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, выступая на заседании Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. По его словам, армия России уничтожила все украинские теплоэлектростанции, также большую часть мощности ГЭС. И теперь планируют атаковать атомные электростанции. Посмотрим отрывок из выступления Зеленского на Ген-Ассамблее. Путин хочет оставить миллионы людей в темноте и холоде, грядущей зимой, заставляя Украину страдать, чтобы она сдалась. Представьте себе вашу страну с разрушенной на 80% энергосистемой, с такими масштабами разрушений. Что за жизнь это будет? Недавно я получил еще одно тревожное сообщение от нашей разведки. Путин планирует атаковать наши АЭС, чтобы отключить их от электросети, с помощью спутников других государств. Россия получает изображение и подробную информацию об инфраструктуре наших атомных электростанций. Любая ракета или дрон, любой критический инцидент в энергосистеме может привести к ядерной катастрофе. Такой день не должен никогда наступить. И это частично зависит от вашей решимости, от вашего отношения к агрессору. Екатерина, как вы речь оцените, как политтехнолог, насколько она была верно составлена, месседжи? Речи у Зеленского всегда хорошо составлены. Вопрос в том, что они настолько вдохновляющие, что часто потом вот эта европейская и американская бюрократия вводит нас в такие некие неправильные надежды по срокам. И, знаете, я до сих пор не могу так же привыкнуть к работе с этой бюрократией. Но, поверьте, в США она намного лучше, нежели в европейской комиссии. Если вернуться к тезисам Зеленского, как политтехнолог, безусловно, скажу вам, что, смотрите, вот в прошлом тезисе мы обсудили тезисы российской дезинформации о, возможно, ядерной войне, о том, что Россия не ссорится, потому что это мощная ядерная империя. Я хочу напомнить, что бюджет России меньше, чем бюджет Техаса, одного штата в Соединенных Штатах. Ну, это о мощности империи, я думаю, все говорит. Но, тем не менее, в целом этот месседж усваивается частью публики, потому что люди жили в период холодной войны в США, и эта идея, она очень глубоко архетипична. Зеленский берет эту идею, его команда, и переформулирует в другую сторону. То есть, друзья, смотрите, если вы не будете защищать демократию, если вы дальше будете манипулировать достаточно примитивным месседжем, что давайте оставим деньги в Америку, а не будем тратить на внешнюю политику и на оборонные нужды, что не противоречит одному другому никаким образом, но как месседж озвучивается в Соединенных Штатах, то мы будем иметь другую проблему, потому что в Украине также присутствуют атомные электростанции, все знают о чернобыльской трагедии, в целом весь мир ровно так же знает о чернобыльской трагедии, как и о холодной войне, поэтому это обратная ситуация. То есть, если мы бездействуем, мы будем иметь продолжение военных преступлений против человечества, и мы видели элементы этих военных преступлений. Я надеюсь, что помимо одного решения ICC, Международного криминального суда по украденным детям, который также говорил Зеленский, мы также будем видеть и еще много других решений и расследований, которые касаются российских военных преступлений. Здесь большой плюс, потому что США как раз сейчас готовы передать большое оборудование по ДНК-лабораториям и ДНК-инфраструктуре, которая поможет с расследованием этих военных преступлений. И Гостина, и МВД делают очень хорошую работу в этом секторе. Поэтому он делает аспект на вещах, которые касаются каждого, начиная от президента любой страны, заканчивая маму в любой стране. Если вы не хотите, чтобы эти вещи случались в принципе в современном человечестве, такие как военные преступления, такие как атака энергообъектов, такие как экологические катастрофы, например, после взрыва дамбы, мы должны действовать все как человечество. И это, кстати, очень сильно коррелирует в целом с темой Геннессамблеи ООН. Обсуждались же не только вопросы Украины, обсуждались много вопросов, которые касаются общественного здоровья, которые касаются продовольственной безопасности. И третий большой блок как раз касался ядерной безопасности и обсуждению предотвращения таких возможностей и в целом таких нарративов. Но в то же время мы видим, что представители Ирана абсолютно спокойно говорят о неком мире, когда иранские дроны используются для военных преступлений в Украине. Снова же Китай говорит о торговле, хотя в принципе через Китай с высокой вероятностью обходятся санкции, которые наложены на ряд предприятий и личностей Российской Федерации. Поэтому снова же все эти факторы, тут Зеленский их затрагивает и, безусловно, абсолютно грамотно работает с стереотипом, который существует вокруг того, что Россию лучше не трогать. И давайте оставим условную ситуацию как есть. И очень важно сейчас эти аспекты обсуждать, потому что в какой-то момент, я думаю, это будет совсем скоро, возможно, снова же мы будем видеть, что в следующем году на следующем мирном саммите будет некая встреча напрямую со страной-агрессором, и будет разговор о условиях. И снова же как элемент подготовки к этому разговору, и как элемент работы, и в том числе давление, в здоровом смысле этого слова, на партнёров России, таких как Китай, таких как Иран, или стран, которые ведут диалог с Россией, как Индия и Турция, вы видели. Это, безусловно, крайне важный этап в подготовке к таким дипломатическим действиям, а именно мирным переговорам с очень детальными, предметными вещами, которые будут сложны для обеих сторон. Мы понимаем, что они будут сложны, потому что эта ситуация, она требует больше времени и, безусловно, требует больше поддержки Украины со стороны Европейского Союза и Соединённых Штатов. Спасибо, Екатерина. Удачи вам в вашем деле. Приятно, что вы прямо оттуда с нами связываетесь. И удачи президенту и всем, кто помогает ему. Спасибо, Екатерина Дарченко, политтехнолог, была гостья эфира. Если в вашей стране заблокирован доступ к видеосервисам, в том числе YouTube, прямой эфир телеканала Freedom круглосуточно доступен на нашем сайте uatv.ua. Чтобы получить доступ к нему через VPN, введите в поисковой строке вашего браузера «Скачать VPN» и установите приложение согласно инструкции. Таким образом, вы получите доступ к открытому просмотру эфира нашего телеканала. Также на сайте Freedom самая оперативная и объективная информация в открытом доступе.